Глава 2. Смутное время. Самозванец Правительство Бориса Годунова с самого начала проводило политику довольно серьезной изоляции России от сопредельных западных государств – Речи Посполитой и Швеции. Тем не менее, события в Западной Европе весьма чувствительно отражались на истории народов нашей страны. В конце XVI – начале XVII века набрала силу католическая реакция, называемая контрреформацией. Католики, несмотря на то разложение, в котором погряз Святой Престол, организовались для отпора протестантам и обрели храбрых вождей и искренних сторонников. Императоры и испанские короли из династии Габсбургов, баварские герцоги, лотаринские гизы, возглавившие католическую партию во Франции, создали довольно сильную коалицию. Однако не теряли времени даром и деятели реформации, восторжествовавшие в Нидерландах, Северной Германии, Скандинавии и Англии. Все готовились к борьбе. И первой жертвой этой борьбы, как ни странно, оказалась не имевшая ничего общего не только с реформацией, но и с Западной Европой России. Польско-литовские магнаты, составлявшие правительство Речи Посполитой, очень внимательно наблюдали за развитием ситуации в России. Они прекрасно понимали всю меру непопулярности царя Бориса, к несчастью для себя и для своих родственников, пытавшегося совместить нравы опричнины с традиционным устройством русской земли. Невозможно было соединить несоединимое, и последствия такой попытки, как всегда, оказались плачевными. В связи с этим, видимо, у поляков и зародился план использовать слабость позиции Годунова в своих интересах. Однако, по условиям того времени, для политической и военной борьбы требовался символ. Речи Посполитой нужен был претендент на царский престол, личность, которая в одном своем имени совместила бы, как в фокусе, весь комплекс политических, экономических, идеологических и прочих чаяний народа. Понятно, что таковой персоной мог быть только человек, предъявлявший законные права на престол, которые давались исключительно рождением. С точки зрения наших современников, династические права никакой роли не играют. Но люди 17 века этому обстоятельству придавали решающие значения. За незаконным претендентом его сторонники идти не могли. А законное право на русский престол, естественно, имели потомки Ивана Грозного. К тому времени один его сын, царь Федор, умер тихо и спокойной смертью, а другой, малолетний Дмитрий, был зарезан в угличе, неизвестно кем и при каких обстоятельствах, 1591 год. Загадка смерти царевича волнует историков до сих пор, но для нашей темы обстоятельства его смерти не важны. И тут объявился претендент на престол, который назвал себя спасшимся царевичем Дмитрием. Он-то и стал знаменем освобождения России от власти продолжателя опричнины Годунова. Александр Пушкин в своей знаменитой трагедии очень хорошо сформулировал эту роль самозванца. Лже-Дмитрий, будем называть его общепринятым именем, сам говорит Марине Мнишек, даме своего сердца. Но знай, что ни король, ни папа, ни вельможи не думают о правде слов моих. Дмитрий я или нет, что им за дело? Но я предлог раздоров и войны. Им это лишь и нужно. И действительно, всем была абсолютно безразлична степень правдивости его слов. Когда Лже-Дмитрий, боярский сын Григорий Отрепьев, принявший иноческий постриг, появился в 1601 году в Польше, первая реакция на его появление была очень сдержанной. Папа Римский, получивший известие о самозванце, наложил на письме ироническую резолюцию об объявившемся законном русском царе. Но поскольку Лже-Дмитрий в случае занятием русского престола обещал обратить Россию в католичество, папа после некоторых раздумий решился все же поддержать сомнительное предприятие и дал свое благословение всем желавшим принять участие в походе Лже-Дмитрия. Возле самозванца начала группироваться самая разнообразная публика, решившая освободить Россию от власти Бориса Годунова. Это были и московские политические эмигранты, стремившиеся вернуться на родину, и малороссийские, северские, донские казаки, недовольные властолюбием царя, и просто польские авантюристы, жаждавшие легкой наживы и видевшие в планах Лже-Дмитрия хороший для этого случай. Но в целом силу Лже-Дмитрия было крайне мало. Численность его войска не шла ни в какое сравнение с военными возможностями московского правительства. Тем не менее, когда Лже-Дмитрий перешел со своим отрядом Днепр, служивший тогда границей, и вторгся в северскую землю, 1604 год, то оказалось, что крепости сдаются ему без боя. Если какой-нибудь воевода, исполняя свой долг, пытался организовать оборону, народ и стрельцы кричали «Ты что, сукин сын, делаешь? Ты против сына нашего царя, против государя, против Дмитрия Ивановича выступаешь?» Воевод в крепостях и всех сторонников Годунова вязали и выдавали самозванцу головами, принося присягу, крестное целование, а Лже-Дмитрий милостиво прощал пленных врагов. Здесь надо сказать несколько слов о личности самозванца. Судя по его поведению, в частности обращению с пленными, Лже-Дмитрий был человек несколько легкомысленный, но отнюдь не злой. Великодушие и щедрость хорошо сочетались в нем с умением завоевывать людские симпатии. Но, увы, этих качеств было недостаточно для человека, желавшего играть роль московского царя. Взятием крепостей дело, как известно, не кончилось. Против отряда Лже-Дмитрия были двинуты регулярные войска, многократно превосходившие силы самозванца, и его небольшой отряд был разбит на голову. Лже-Дмитрий укрылся в Путивле, и от окончательного поражения его спасло восстание севрюков, которые меньше всего думали о законности претендента на престол. В их восстании выявилась этническая противопоставленность потомков северян, древних обитателей Северской земли, и великороссов. Восставшие сели в крепости Кромы и заявили, что будут продолжать войну за законного царя Дмитрия, имея своей истинной целью борьбу против Москвы. Их руководитель Карела очень хорошо организовал оборону, и царским воеводам Кромы взять не удалось. А тем временем к Дмитрию подошли новые польские войска. Правда, поляки, выдержав лишь первый бой и увидев, что пахнет жареным, претендента покинули. Между тем, количество русских в войске Лже-Дмитрия росло. Он даже имел некоторые успехи в столкновении с московскими полками. И что самое главное, начали расти общенародные симпатии к самозванцу. Правительство Годунова и его полицейский режим стремительно утрачивали поддержку во всех сословиях. Финал был трагичен. Зимой 1604-1605 года выдвинутая против Лже-Дмитрия войско частично разбежалась, не желая сражаться, а частично перешла на сторону самозванца и двинулась во главе с ним на Москву. Столицу никто не хотел защищать. Ни бояре, ни холопы, ни посадские, ни торговые люди. Никому и в голову не пришло рисковать жизнью, спасая Бориса Годунова и его сторонников. В результате Годунов скончался, как мы бы сказали, от потрясения. Его сына Федора схватили и убили вместе с матерью, дочерью Малюты Скуратова. Несчастной царевне Ксении Борисовне пришло стать наложницей самозванца, который потом приказал постричь ее в монахине. Скончалась она в 1622 году. Таким образом, лжедмитрий оказался на престоле. И ведь нельзя сказать, что его активно поддерживала вся страна. Скорее, своей пассивностью страна не оказала поддержки Годунову. Всем слишком помнилась опричнина. Активную же помощь самозванцу оказали только три субэтноса. Севрюки, обитатели Нижнего Дона, потомки Хазар, говорившие по-русски, но как и севрюки, не считавшие себя великороссами, и рязанцы, воинственные жители степной окраины. Рязанцы постоянно отражали татарские набеги, отвечая нападениями не менее жестокими, и вообще привыкли к войне настолько, что для них все были врагами. И степные татары, и мордва, и московиты, и казанцы. Кроме Северской земли, Дона и Рязани, отказалось поддержать Бориса Годунова все по Волжье, от Казани до Астрахани. Но поскольку население там было редкое, а по-волжские города Саратов, Самара, Сызринь, Царицын представляли собой в то время небольшие остроги со слободами, то позиции по Волжье существенного влияния на ход событий не имело. Центральная часть страны проявила себя абсолютно пассивной, в столкновении с Лжедмитрием, и понятно почему. Вся пассионарность центра была смыта кровью, пролитой опричниками. Пассионарных людей здесь осталось очень мало, и не имея возможности стронуть с места своих гармоничных соседей, оставшиеся пассионарии не смогли участвовать в общей борьбе. Итак, самозванец оказался в Москве. Но поскольку он пришел туда при польской поддержке, будучи обручен с Мариной Мнишек, с ним, естественно, прибыли и поляки. Много их явилось и позже, в поезде невесты. Лжедмитрий считал своим долгом рассчитаться с союзниками, а значит, ему нужно было проявить к ним щедрость. Впрочем, он был связан и прямыми обязательствами. Надо сказать, что при Иване Грозном и Борисе Годунове бюджет московского государства был хорошо сбалансирован, расходы редко превышали доходы, и, как правило, дефицита в бюджете не было. С воцарением лжедмитрия деньги из государственной казны полились рекой, подарки и пожалования делались без разбора. Казна истощалась, и народ начинал удивляться нраву нового царя. Вот тут-то и сыграла свою роковую роль разница в стереотипах поведения русских и западноевропейцев. Поляки в XVII веке были народом очень смелым, талантливым, боевым, но весьма чванливым и задиристым. Польские паны, посадив своего царя на Москве, стали обращаться с московским населением крайне пренебрежительно. Русским было обидно, и поэтому конфликты вспыхивали постоянно. А царь, естественно, поддерживал поляков. Народное недовольство возникало и по более существенным поведенческим поводам. Известно, что у католиков иконы есть, но верующие просто кланяются им, а у православных к образам принято прикладываться. Жена самозванца Марина Мнишек была польской пани, и откуда ей было знать, как именно нужно прикладываться к иконе? Марина, помолившись перед образом Божьей Матери, приложилась не к руке, как то было принято на Москве, а к губам Богородицы. У москвичей такое поведение вызвало просто шок. Царица Богородицу в губы целует. Ну, видно или дело? Возмущение против Лжедмитрия возрастало, и при этом во всех сословиях. Кончилось это драматически, но вполне закономерно. Весьма деятельные русские бояре, во главе с Василием Шуйским, быстро организовали заговор и достигли успеха. Несмотря на своих польских защитников, Лжедмитрий был схвачен и убит. Труп его был сожжен, пеплом заряжена была царь-пушка, и произведен выстрел, единственный в истории выстрел царь-пушки. Царствование первого самозванца завершилось. Восстание Болотникова Надо было выбирать нового царя. Им стал глава заговора, князь Василий Шуйский. Его с энтузиазмом признали на Москве, потому что у шуйских были тесные связи с торговыми рядами. Не только купцы, но и приказчики, и работники, все они были связаны с шуйскими, и шуйских поддерживали. Василия Шуйского признали, хотя и без особого энтузиазма, по всему северу страны. Но на юге подчиниться его власти отказались категорически. В Путивле поднял восстание сосланный туда князь Григорий Шаховской, в Чернигове – опальный князь Андрей Телятевский. Но гораздо более заметный след в истории сопротивления власти Шуйского оставил холоп князя Телятевского Иван Болотников. В начале XVII века холопа на Руси были двух категорий. Одни – подневольные люди, которых заставляли делать тяжелую работу, плохо кормили и нередко наказывали. Однако таких холопов было мало, потому что любому боярину казалось гораздо удобнее, легче и дешевле иметь дело с крепостными крестьянами, чем постоянно обеспечивать жизнь такого холопа и ждать от него неприятности. Но были и другие холопы, называвшиеся дворовые люди. Ведь боярину необходима была надежная охрана, требовались верные люди, которым он мог бы доверить передачу секретного письма или исполнение какого-нибудь интимного поручения. Доверять подобные дела вольному человеку было опасно, ибо контролировать его дальнейшее поведение становилось невозможно. Холоп же был в полной власти своего господина. Но поскольку господа нуждались в преданных слугах, о дворовых людях заботились, такие холопы ходили в роскошных кафтанах, ездили на прекрасных лошадях и ели досыта. Трудно сказать, каким именно холопам принадлежал Иван Исаевич Болотников. Но поскольку нам достоверно и известно, что он воевал и попал в плен к татарам, скорее всего он был холопом, ездившим на коне, а не работавшим с лопатой в огороде. Судьба его сложилась печально. Татары продали Болотникова туркам, он попал в галерные рабы и несколько лет греб на корабле тяжелым веслом. Эту галеру захватили австрийские суда, турок частью казнили, частью тоже превратили в галерных рабов, а христиан освободили. Так Болотников оказался в Европе, сначала в Венеции, а потом в Польше, у жены сандомирского воеводы Мнишко, тещи Григория Отрепьева. Там Болотников и встретился с новым самозванцем, Лжедмитрием Вторым. От него Болотников получил письмо с рекомендациями к мятежному Григорию Шаховскому и, прибыв в Путивль, бывший холоп довольно быстро возглавил войска восставшего пограничья. Когда мы говорим «восставшие пограничья», мы, разумеется, по-прежнему имеем в виду три уже упоминавшихся субэтноса – Севрюков, Донцов и Рязанцев. Именно они, недовольные подчиненностью Москве, последовательно поддержали вслед за первым самозванцем и второго. Такова этническая основа явления, называемого в исторической литературе крестьянской войной 1606-1607 годов. Пожалуй, трудно придумать другое название, столь же мало отражающее суть дела. И вот почему. Восстания более энергичных жителей окраин против центра, утратившего пассионарность, встречаются в ходе этногенеза постоянно. Точно так же во Франции Гасконь, Прованс и Британь восставали против власти Парижа, а в Римской империи против принципов поднимались провинциалы. Пассионарный потенциал Рязани или Северской земли начала XVII века был много выше, чем в Москве, так как большее количество пассионарных людей уцелело от геноцида конца XVI века именно на окраинах России. Ведь в Северской земле, подальше от начальства, можно было жить в безопасности от опричнины. Угрозу там представляли только татары, но разве это была угроза по сравнению с опричниками? Итак, уцелевшие на юге пассионарии, возглавляемые князьями Шаховским и Телятевским, под военным руководством Болотникова, двинулись к Москве. Успех этого войска отнюдь не был вызван поддержкой крестьян, скорее наоборот. Когда Болотников подошел к Туле, царское войско растаяло. Дворяне, разъехавшись по домам, покинули своих воевод. Вслед за тульским дворянским ополчением неповиновение царю проявила сама Тула. Возмутились против правительства городские жители. Но что было самым главным, в лагерь восставших перешли дворянские полки. Воеводами южно-русских дворян стали рязанцы, полковники Григорий Сумбулов, Прокопий Липунов и сотник Истома Пашков. Рязанское дворянство, охранявшее примерно половину юго-восточной границы, представляло собой элиту правительственных войск. Именно с помощью этих военных профессионалов, а вовсе не крестьян, Болотников дошел до Москвы, попытался ее окружить и штурмовать. Началась единственная в истории страны осада столицы, восставшими, длившиеся пять недель. Бояр и их холопов в Москве было явно недостаточно для защиты города. Понимая это, царь Василий Ишуйский набрал значительное войско, состоявшее из служилых и даточных людей. Что очень важно, войска набирались в центре и на севере страны из числа крестьян, принадлежавших монастырям и другим землевладельцам. Следовательно, как это ни парадоксально, защищали Москву от крестьянского ополчения, явившиеся по зову царя крестьяне, а в крестьянском войске ударной силой были дворянские пограничные полки. Для объяснения этого социального противоречия и для того, чтобы разобраться в событиях смутного времени, мы должны опуститься с высоких уровней этнической иерархии суперэтнического и этнического на уровень супоэтнический, определяющий внутреннюю структуру этноса. Субэтносы есть в любом этносе. Например, сторонники Болотникова по отношению к полякам, татарам, немцам считали себя русскими, но не считая себя москвичами, говорили «Нет, мы не москвичи, мы севрюки». То же самое утверждали рязанцы и донцы. Когда же обнаружила слабость центрального правительства, этого естественно ощущаемого противопоставления оказалось достаточно, чтобы периферийные субэтносы начали претендовать на лидирующие положения в русском этносе и российском суперэтносе. Именно схватка за власть между представителями разных субэтносов с севера и юга страны, находящейся в акматической фазе этногенеза, и вызвала первую русскую смуту. Великая Россия победила. Болотникова отбросили от Москвы. После поражения под стенами столицы в его войске произошел раскол. Черниговское и Курское дворянство осталось с Болотниковым. Рязанские же дворяне и казаки от него откололись и повели себя совершенно самостоятельно. Болотников с остатками своих сторонников был блокирован в Туле войсками из Тверских, Великоустюрских, Костромских, Ярославских крестьян и мелких помещиков. Капитулировал Иван Исаевич лишь тогда, когда осаждавшие запрудили тульскую речку Упу и залили водой полгорода. Плененный Болотников вел себя вызывающе, кричал победителям, «Погодите, придет мое время, я вас запою в железо, зашью в медвежьи шкуры и отдам сам». Люди 17 века оскорбления переносили плохо и поступили сурово. Болотникова утопили. Несовместимость Движение, вызванное появлением лжедмитрия Второго, позже названного «тушинским вором», набирало силу. Почти одновременно с восстанием Болотникова в Польше произошел «рокош» – мятеж Зебжидовского, бывшего краковского воеводы, который, кстати, присутствовал при тайном перекрещивании в католичество Гришки Отрепьева. Право на «рокош» было общепризнанным элементом стереотипа поведения польской шляхты 17 века и воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Поссорился Зебжидовский с королем, но и восстал на то на ипольской вольности. Но так как мятеж был подавлен, все участники «рокоша» оказались под угрозой наказания, стремясь и избежать расплаты, они перешли границу и объединились вокруг Лжедмитрия II. Лжедмитрий II возглавил польские отряды подобно своему предшественнику для того, чтобы идти на Москву и не изложить очередного узурпатора на сей раз Василия Ишуйского. Обвинения в узурпации власти были, в общем, вполне справедливы. Василий Ишуйский действительно был таким же главой возмущения, как и Болотников, один возглавлял заговор в Москве, другой восстание в Путивле. Однако у них были и важные отличия. Если Шуйский опирался на москвичей и жителей севера России, то в деятельности Болотникова просматривается тайная опора на Польшу. Тушинский же вор просто пришел к власти на копьях польских инсургентов, которые снова нашли себе дело, решив посадить своего ставленника на московский престол и затем получить полагающиеся приятности. Разумеется, Лжедмитрию Второму трудно было бы добиться успеха, опираясь только на польских авантюристов. Но когда он со своими приверженцами подошел к Москве и стал лагерем в Тушине, множество русских людей и казаки, и дворяне, и крестьяне стали перебегать в его стан, предлагать свои услуги, прося денежные награды и милости. Получив пожалование от нового самозванца, эти люди с легкостью бежали обратно в Москву и предлагали свои услуги Васильеву Шуйскому, прося у него то же самое. Называли этих искателей благ и выгод перелетами. Ни та, ни другая партия окончательно победить не могла. За Шуйского никто не хотел класть голову, а Тушинского вора поддерживали только поляки и казаки, которых не слишком занимала судьба их патрона. Пользуясь случаем, они в основном грабили население. Русские люди не любят, когда их грабят, и потому города садились в осаду, закладывали ворота и не впускали тушинцев. Однако противостоять профессиональным головорезам обыватели не могли. Тушинцы, особенно поляки, брали город за городом, крепость за крепостью. Маленькие деревянные крепостицы и деревни они сжигали, обирали до нитки крестьян, словом вели себя как деморализованная солдатня в завоеванной стране. На серьезное сопротивление тушинцы натолкнулись только единожды в Троице и Сергиевом монастыре, основанном еще Сергием Радонежским, сохранились большие богатства, уцелевшие от всех смут конца XVI начала XVII века. Когда сторонники Лжедмитрия II решили взять этот монастырь, осада его затянулась почти на восемь месяцев. Небольшой гарнизон из стрельцов, монахов и добровольцев сражался героически и отбил натиск тридцатитысячного польского войска. Поляки вынуждены были в конце концов снять осаду и двинуться на поиски более легкой добычи. Мужественные защитники Троицы Сергиева монастыря, сковав тридцать тысяч человек Лжедмитрия II, дали возможность Василию Шуйскому перегруппировать силы. На север был послан замечательный, очень способный человек, племянник царя Михаил Васильевич Скопин Шуйский. Собрав север на городах ополчения из дворян, крестьян, посадских людей и купцов, он двинулся на Тушинского вора и разгромил его. Лжедмитрий II бежал, покинутый поляками. С ним оставалась лишь часть казаков, Касимовские татары, да неизменная спутница самозванцев Марина. Размолвка с оставшими сосоюзниками привела Тушинского вора к гибели. Самозванец, получив донос на Касимовского царька хана Урасмухамеда, приказал его убить. Он не видел в своем поступке ничего особенного, в Европе государи так и поступали, но просчитался, ибо татары, народ серьезный, посмотрели на поступок самозванца совершенно иначе. Терпеливо выждав некоторое время, татарский князь Урусов, друг убитого, зарезал Тушинского вора в декабрь 1610 года. К несчастью, национальный герой России, спаситель Москвы Скопин Шуйский вызвал зависть некоторых московских бояр и был ими отравлен май 1610 года. За смертью полководца последовала другая беда. Русское войско, шедшее на выручку Смоленску, которое еще осенью 1609 года осадил польский король Сигизмунд Ваза, начав открытую агрессию против России, было встречено гетманом Желкевским у села Клушино. Предательство немецких наемников, состоявших на московской службе, привело к поражению русской армии. Это роковое поражение и смерть великого ротоборца Скопина Шуйского окончательно подорвали позиции царя Василия. В июне 1610 года Шуйский был низложен заговорщиками и пострижен в монахи. Власть в Москве перешла к Симебоярщине во главе с князем Федором Мстиславским. Но Симебояр, как сообщает иное сказание, то, чию два месяца власти насладишася. В конце сентября правительство бояр впустило в Москву поляков, которые и стали с этого момента хозяевами положения. Поляки предприняли активные военные действия на большой территории. Сигизмунд захватил наконец Смоленск, оборона которого под руководством боярина Шейна длилась больше года. Лишь после столь длительной осады город, гарнизон которого насчитывал всего около тысячи стрельцов, был взят превосходящими силами врага. В этот же период начал военные действия и шведский король Густав Адольф. Предатели открыли шведским войскам ворота Новгорода. Город был захвачен, новгородцы ограблены, 1611 год. Густав Адольф, стремя создать независимое от Москвы новгородское королевство, пытался захватить и Псков, но потерпел неудачу. Тем не менее, шведы интенсивно готовились к войне с поляками на территории России. Так страна, которая еще в 1604 году стояла несокрушимым утесом, уже через семь лет стала просто удобным полем битвы для соперничавших европейских государств. К тому времени у Польши со Швецией сложились крайне напряженные отношения. В процессе контрреформации Польша стала оплотом католичества, а Швеция приняла лютеранство. Но шведский король Сигизмунд Ваза был ревностным католиком, и шведы с удовольствием заменили его лютеранином. Тогда поляки в пику шведам выбрали Сигизмунда своим королем. В результате шведский король, оказавшийся на польском престоле, стал готовиться к войне со Швецией. В этой легкости смены властителей ярко проявил себя феномен суперэтноса. При сильной политической вражде поляки и шведы принадлежали все же к одному этническому миру, Западной Европе, и оставались своими. Точно так же чувствовали себя французы в Германии, немцы во Франции, итальянцы в Дании, а испанцы в Италии. В России же все европейцы были чужими, равно как и русские в Европе. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, какие последствия вызвала попытка посадить на московский престол польского короля. Положение Москвы было совершенно безвыходным. Василий Шуйский, сведенный из престола, был увезен в Польшу, где и скончался. Тушинского вора убили, правительства в стране не было никакого. Московские бояре решили предложить престол польскому королевичу Владиславу, и с этого момента начались сложности. Поскольку Россия представляла собою иной суперэтнос, условием поставления на царство являлось принятие претендентом православия. Но Владислав и думать не мог принять православие, ибо его отец был вождем католической партии. Во главе настаивавших на принятии королевичем православия стоял московский патриарх Гермоген, который по всей стране рассылал свои послания с призывом к восстанию и изгнанию латинин. Видя непреклонность Гермогена, поляки, стоявшие в Москве гарнизоном, арестовали его и уморили голодом. Однако перехватить инициативу они не смогли. Многочисленные послания патриарха достигли цели, они переписывались, распространялись, читались на площадях и в храмах. Гермоген успел сформировать общественное мнение в пользу восстания, однако сил для решительного выступления не находилось. Север России был обескровлен, юг бунтовал, запад был захвачен Польшей, а Новгород Швеции. В этой ситуации снова проявили себя рязанские дворяне, во главе с уже известным нам Прокопием Липуновым и его братом Захаром, который заставил Шуйского отречь садпристол. Понимая недостаточность своих сил, Липуновы попытались объединиться с казаками. Но ведь если даже в XIX веке дворяне и казаки были разными субэтносами одного великорусского этноса, то в XVII веке, когда пассионарность и дворян, и казаков была значительно выше, они представляли собой два разных народа России. А поскольку это были различные этносы, у них были разные стереотипы поведения. И когда казаки пригласили Прокопия Липунова для переговоров в свой казачий круг, он спокойно явился туда, считая себя лицом неприкосновенным. Однако, столкнувшись с неуступчивостью Липунова, казаки зарубили его саблями, так как увидели в нем потенциальную угрозу своей казачьей вольности. После смерти Липунова Рязанское ополчение разошлось. Первая попытка объединения русских сил против захватчиков оказалась неудачной. Спасители Отечества Меньше других пострадала от смуты северо-восточной окраины Руси, тяготевшая к Нижнему Новгороду. Поскольку пассионарных людей там сохранилось больше, оттуда и пришли спасители России князь Дмитрий Пожарский и Козьма Минин. Козьма Минин по прозвищу Сухорук был обыкновенным купцом из Нижнего Новгорода, а князь Дмитрий Пожарский профессиональным военным, участвовавшим во всех войнах смутного времени. О том, что Минин и Пожарский спасли Россию, знают все. Но что им для этого пришлось сделать, мало кому известно. Действительно, Минин и Пожарский были горячими сторонниками национального восстания против поляков и шведов. Собравшийся земский собор единогласно принял решение, предложенное Мининым и Пожарским, суть которого состояла в том, что отчизну надо спасать. Для спасения требовались всего две вещи. Люди, войско и деньги на организацию похода. Людей было достаточно, и деньги у жителей богатого Нижнего Новгорода водились. Казалось бы, оставалось лишь собрать средства и сформировать полки, но не тут-то было. Когда нижегородцам было предложено сделать раскладку средств по населению, население сказало, а у нас денег нет. Один божился, что его товары ушли на Каспий, другой клялся, что казна его в Архангельске, у третьего приказчики уехали в Сибирь и денег не давали. Тогда Казьма Минин, великолепно зная сограждан, бросил свой знаменитый клич «Заложим жен и детей наших, но спасем русскую землю». И снова никто не был против. А раз так, то Минин с выбранными людьми взял силы и выставил на продажу в холопы жен и детей всех состоятельных граждан города. Главам семейств ничего не оставалось сделать, как идти на огороды, выкапывать кубышки с запрятанными деньгами и выкупать собственные семьи. Так была спасена мать России. Здесь мы отвлечемся и, пользуясь приведенным примером, скажем несколько слов о механизме работы пассионарности в общем процессе этногенеза. Не стоит думать, что пассионарный человек обязательно стоит на высоких ступенях социальной иерархии, и его имя остается в истории. Те же выборные люди, которые поддерживали Козьму Минина, были пассионариями, но имен многих из них мы не знаем, поскольку они были не вождями масс, а частью народа, не возглавляли, а скорее раскачивали людей, толкая их к действию. Именно такие безымянные пассионарии представляют собой самый важный элемент в этногенезе. Действуя не столько силой, сколько личным примером, воодушевлением, а не подчинением, они являют окружающим новые стереотипы поведения, понуждают массу людей выполнять совершенно необходимую насущную работу. Именно эти безымянные пассионарии, заставляя соотечественников забывать лень и трусость, обеспечивали жизнь им, их семьям и потомству. Действовали они часто не столько жестоко, сколько жестко, но ведь каждому не объяснишь, что ему выгодно, чтобы Россия существовала независимо и не превращалась в колонию Польши и Швеции. Дискуссии же дело длительное, дорогое и бесперспективное, всех не переспоришь. Кроме того, всегда предпочтительнее не спорить, а действовать. Но действовать становится можно лишь тогда, когда пассионарность системы после достижения максимума начинает падать, что позволяет хоть как-то организовать людей. Те же сторонники Минина и Пожарского имели каждое свое мнение, но говорили, «Ладно, Кузьма, ты лучше нас знаешь, ежели князь Дмитрий нас поведет, так мы пойдем». Брали рогатины и шли против поляков. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский справился со своей миссией, привел ополчение под Москву, осадил Кремль, потому что сама Москва уже была сожжена, взял приступом Китай-город и заставил поляков сдаться, несмотря на то, что Гетман-Хаткевич, хороший полководец, ветеран турецкой войны, пытался послать помощь сидевшим в Кремле полякам. После победы второго ополчения, которое пришло в Москву, уже лишенные всех традиций, опричненные и всех людей, которые были так или иначе с опричненной связаны, сложилось довольно трудное положение. Представители национальной партии одолели иностранных интервентов, поляков и шведов, опираясь на объединенные силы дворянского ополчения, руководимого Мининым и Пожарским, и казачьего войска, руководимого князем Дмитрием Тимофеевичем Трубецким, однако среди казаков произошел раскол, ибо участие казачества сохранились традиции антисистемы, поддерживавшие когда-то Тушинского вор. Главой этих казаков стал атаман Иван Мартынович Зарудский, который женился на Марине Мнишек после гибели ее очередного мужа Лжедмитрия Второго. Связи Зарудского с деятелями смуты были очень крепки, именно поэтому он со своими казаками оказался в изоляции. Оставшись без всякой поддержки и хорошо понимая ситуацию, атаман отступил на Дон, но Дон его тоже не поддержал. Зарудскому ничего не оставалось, как отступить еще дальше на самую окраину тогдашней русской земли в Астрахань. Астрахань Зарудский занял и стал вынашивать план создания особого самостоятельного государства. Но как только астраханцы увидели, с кем имеют дело, они стали бить казаков и осадили самого Зарудского в Астраханском Кремле. Тем временем к Астрахани подошли московские войска, которые население встречало с восторгом и ликованием. Зарудский вместе с Мариной и сыном от нее, прозванным Варенком, бежали на Яик, но по дороге были пойманы и привезены в Москву. Сына повесили, Марина умерла в тюрьме при неизвестных обстоятельствах, а сам Зарудский был посажен на кол. Казнь Зарудского и его семьи стала последним кровавым эпизодом смутного времени, но война с Польшей продолжалась. Польский король Сигизмунд, начавший ее, к тому времени уже умер, и поляки выбрали на престол его сына, неудавшегося царя московского Владислава. Большинство польских магнатов и шляхтичей считали, что война с Москвой им совершенно не нужна, и наотрез отказались давать королю людей деньги. На скромные средства короны Владислав смог набрать небольшое количество немецких рейтар, с ними двинулся на Москву и потерпел поражение. По Деулинскому перемирию 1618 года поляки отступили, оставив за собой русские города Смоленск и Чернигов, а также Запорожье. Ранее запорожские казаки сражались в польском войске. Шведы очистили Новгород, но сохранили за собой Усть-Яневы и все побережье Финского залива, надежно закрыв России доступ к Балтийскому морю. Таким образом, смутное время завершилось, и итоги его были для России крайне неутешительны. Европейская территория страны заметно сократилась. Устроение После изгнания иноземцев и окончания смуты, самым насущным вопросом для русских людей стало восстановление своей государственности, выборы нового царя. У пассионар людей акматической фазы принцип личной ответственности ценился очень высоко. Люди того времени полагали, и не без основания, что для уверенности в завтрашнем дне мало безликого правительства, а нужен один государь, который был бы символом власти, и к которому можно было бы обращаться как к человеку. Поэтому выборы нового царя касались всех и каждого. Победители казацко-дворянское ополчение долго не могли сойти с во мнениях, все кандидатуры отметались. Дмитрия Трубецкого не хотели видеть на престоле дворяне, ибо он, хотя и был князем, командовал казаками. Князя Дмитрия Пожарского не хотели иметь государем казаки, ведь он был вождем дворянского ополчения. Но был еще один кандидат, тихий и совершенно бесцветный человек, 16-летний Михаил Федорович Романов. Отец Михаила, Федор Никитич Романов, интриговал в свое время против Бориса Годунова и был пострижен в монахи под именем Филарета. По поручению Боярской думы, после того, как 27 августа 1610 года Москва целовала крест на верность Владиславу, Филарет отправился с посольством к Сигизмунду Третьему в Ази, но потерпел неудачу, поляки арестовали его и довольно плохо обращались с послом в заключении. Тяжелые времена смуты Романов старший был связан с тушенцами, но никакой заметной роли там не играл. Теперь же оказалось, что фамилия Романовых именно в силу того, что она никак не проявила себя в прежние времена и, соответственно, не имела никакой поддержки, всех устраивает. Казаки были настроены в пользу Михаила, поскольку его отец, друживший с тушенцами, не был врагом казачества. Бояре помнили о том, что отец претендента происходит из знатного боярского рода и к тому же стоит в родстве с Федором Ивановичем, последним царем из рода Ивана Калиты. Иерархии церкви высказались в поддержку Романова, так как отец его был монахом, причем в сане митрополита. Итак, все сошлись на нейтральном и тихом царе. Против высказалась лишь одна мать юного Михаила Федоровича Иннокеня Марфа. Зная историю, эта женщина не пускала своего сына на царство, говоря, что это дело хлопотное и что она не хочет, чтобы ее Мишеньку прикончили, как отрепьего и тушенского вора. Но поскольку все обещали блюсти государе, то ей ничего не оставалось сделать, как стать матерью московского царя. Будущий же великий государь сидел в Костроме и знать ничего не знал. Судьба юноши была решена без его участия. В феврале 1613 года народ на Красной площади назвал своим государем Михаила Федоровича Романова. Выбор был крайне удачен, ибо поцарствов с 1613 по 1645 годы сам Михаил Федорович ничего не предпринимал. Первоначально работу по устроению государства выполняли земские соборы. В состав земских соборов входили выбранные представители практически всех сословий. Таким образом, наши предки собирали самую уважаемую и мыслящую часть населения страны и решали с ее помощью насущные вопросы хозяйственные, военные, дипломатические. Позже установился постоянный состав правительства. В государстве был наведен относительный порядок и нужда в земских соборах отпала. Их функции стал успешно выполнять тогдашний государственный аппарат приказы, в которых служили дикие. Внутри политическая ситуация во время царствования Михаила Романова оставалась стабильной. За 30 с лишним лет его правления произошло только одно серьезное выступление крестьян 1615 год, когда 20 тысяч человек подошли к Москве и предъявили весьма оригинальные требования. Восставшие отнюдь не хотели ни извержения правительства, они всего-навсего не хотели быть крестьянами и просили, чтобы их зачислили на военную службу. Требование имело смысл, поскольку военная служба оплачивалась. Но так как войск у правительства хватало, а лишних денег не было, то восставших разогнали, вождей их схватили и велели жить дома, не докучая властям самовольными инициативами. Такой эпизод, довольно смешной с нашей точки зрения, весьма характерен для начала 17 века и отражает высокий уровень пассионарности населения. В первой четверти 17 века генофонд русского суперэтноса начал компенсировать тот урон, который нанесли русской пассионарности все смуты конца 16 начала 17 века. В известном смысле повторилась ситуация начала акматической фазы первые четверть 16 века, когда большое количество пассионариев скапливалось в столице и на границах. Точно так же, как веком раньше их прадеды, русские пассионарии в 20-х годах 17 века не хотели ковыряться в земле, а стремились жить на границе, воевать, отстаивать веру православную или любые политические интересы, лишь бы найти применение своей избыточной энергии. Эта параллель хорошо объяснима с точки зрения общей теории этногенеза. Период времени от смерти Ивана III в 1505 году до начала царствования Михаила Романова в 1613 году представляет собой первый максимум пассионарности в акматической фазе, причем в первой половине этого периода пассионарность возрастала, а затем начала убывать. Новый подъем обозначился лишь в 20-х годах 17-го века и, естественно, был похож на такой же подъем пассионарности акматической фазы начала 16-го века. Потому и смутное время с точки зрения этногенеза это не случайность, и та кровь, которая пролилась, те пожары, которые жгли нашу землю, были следствиями пассионарной депрессии после перегрева середины 16-го века. Естественным было и стремление народа избавиться от антисистемы, которая исподволь проникла к нам с запада в царствовании Ивана Грозного. Спад пассионарности и ее подъем весьма по-разному отразились не только на политической расстановке сил в стране, но и на состоянии ее природных ресурсов. Своеобразный западник Иван Грозный, одно время даже собиравшийся бежать в Англию, еще в середине 16-го века милостиво принял английского моряка Ричарда Чанслера, открывшего путь по Белому морю до Архангельска. Позднее Грозный предоставил англичанам чрезвычайно выгодные концессии на вывоз в Западную Европу пеньки для ганатов, леса, мехов, семги и других товаров. Фактически англичане использовали эти концессии с ущербом для нашей страны. Русские купцы были ужасно недовольны, но, разумеется, возможности оспаривать решение Ивана Грозного не было никакой. Кроме того, вопричнину Грозный набирал большое количество иностранных специалистов немцев, шведов, ливонцев, которые стремились получить место естественно для того, чтобы вернуться домой с деньгами. И реализация концессии, и оплата специалистов проходили за счет расхода ресурсов страны, который никак не контролировался. Поэтому период спада пассионарности в акматической фазе на природе отразился весьма и весьма неблагоприятно. К счастью, техника в 16 веке была развита не настолько, чтобы хищническая эксплуатация природных ресурсов в течение 50 лет привела к их полному исчерпанию, а на земле стало невозможно жить. Природа тогда была еще сильнее техники и смогла довольно быстро восстановить и ландшафт, и ресурсы. Когда же спад пассионарности сменился подъемом, русский этнос продемонстрировал совершенно иное отношение к природе родной страны. В отличие от Ивана Грозного и окружения самозванцев, правительство при Михаиле Романове вело строгие ограничения для иностранных купцов, обложило их довольно большими налогами и перезаключило все прежние кабальные договоры. Во внешней торговле русское государство начало безоговорочно ориентироваться на интересы своих русских купцов. И когда иностранцы выразили желание ездить через Россию в Персию, дабы конкурировать с русскими торгующими со Средним и Ближним Востоком, правительством такие поездки были строжайше запрещены. Отметим, что эта традиция сохранялась в России весь период подъема пассионарности в акматической фазе, вплоть до начала царствования Алексея Михайловича. Ограничимся одним примером. В Европе бушевала 30-летняя война между протестантами и католиками. Начавшись в 1618 году чешским восстанием против австрийского правительства, война длилась до 1648 года. Англия, конечно, принимала в ней участие на стороне протестантов, но в Англии, кроме того, произошла революция, которую начал король против парламента. Принято думать, что революция делает парламент против короля, но в Англии все произошло как раз наоборот. Английский парламент с 13 века определял бюджет страны, а король потребовал возможности бесконтрольно распоряжаться государственной казной. Парламент не только отказал ему, но и казнил королевских сторонников, поддержавших монарха в стремлении стать полновластным самодержцем. В ответ король поднял восстание против парламента законной власти своей собственной страны. Восстание было подавлено в 1648 году, а в 1649 году король был казнен и к власти пришел лорд-протектор Ольвер Кромвель. Затем Кромвель разогнал парламент и взял всю власть в свои руки. Именно в это время, в 1650 году, кончился торговый договор между Англией и Россией, один из немногих заключенных еще во времена Ивана Грозного. Когда английские послы явились в Москву и обратились в правительство Алексея Михайловича с просьбой возобновить договор на очередной срок, то от имени царя им было отвечено «Поелику он и англицкие немцы своего короля Каролуса до смерти убили, то великий государь московский и всея Руси повелел он их англицких немцев на русскую землю не пущать». Торговый договор на жестких условиях заключили не с англичанами, а с голландцами. Таким образом, в период подъема пассионарности в акматической фазе вывоз русских ресурсов за границу строго ограничивался, а тем самым регулировалось и давление на ландшафты страны. Природа в этот период действительно смогла отдохнуть. Единственным территориальным приобретением первых романовых оказалась земля донского казачества. Казаки впору после смуты направили свои усилия на грабеж Крыма и Северной Анатолии в Турции. Турецкое правительство, дабы избежать набегов казацких плотилий, соорудило в низовьях Дона крепость Азов. и Азов крайне стеснил действия казаков, но в 1637 году они взяли крепость и тем самым открыли себе доступ в Черное море. В 1641 году султан Ибрагим двинул под стены Азова огромные войска. Казаки выдержали долгую осаду, обратились за помощью к Москве и получили поддержку. В 1642 году казакам все же пришлось оставить крепость, но значение Азовского сидения, хотя и не закончившегося присоединением Азова к русскому государству, заключается в том, что усилился процесс этнической интеграции донских казаков в российский суперэтнос. С тех пор донцы никогда не поддерживали силы враждебной России. Продолжение следует...